Вот так выглядел Дендрари в конце июня. Ураган с корнями врывал сотни редких растений и разбросал по всей территории. Пострадало почти 300 зеленых насаждений. Это порядка 30% от общего числа. По словам директора, восстанавливают объект исключительно за счет собственных средств. Дендрари финансирует Федеральный научный центр агробиотехнологий. Сумма ущерба от урагана – порядка 10 миллионов рублей. На все работы выделено всего около 100 тысяч. Если бы не помощь спасателей, волонтеров, место отдыха горожан открыли бы для посетителей не раньше, чем через год. Мы вот все это выносили, веточки. Ну, естественно, сами сотрудники института каждую неделю на субботники выходят по 10 машин за один раз, грузовых. Ну, ребята там, студенты приходят, тоже выносят. Нет какого-то такого бюджета миллионного на это, на все. Все на общественных практически началах. Правда, осенью открывается только основная часть дендрария – верхняя, которая меньше всего пострадала. Нижнюю, где находятся несколько прудов и уникальные растения, только предстоит расчистить. Долгожданное открытие дендрария состоится уже в эту субботу, 1 сентября. Посещать его и наслаждаться всем великолепием осени можно будет до середины октября. Потом дендропарк закроют и продолжат все восстановительные работы. Завершить расчистку территории полностью планируется весной следующего года. Но это далеко не все. Сотрудникам дендрария предстоит восстановить и флору. Говорят, много средств для этого не требуется. Семена возьмут бесплатно у коллег из других российских регионов. Главный вопрос – время. Мы просто можем заказать из ботанического сада семена. Нам пришлет эти семена, мы посеем. Ну, допустим, сосна банкса. Мы их посеем и нужно ждать много лет, чтобы ее можно было бы высадить. Я думаю, что 10 лет надо для того, чтобы мы ей уже любовались. Чтобы она выросла уже, да? Да, чтобы она была уже в человеческий рост. А чтобы вырасти до прежних размеров, необходимо порядка 50 лет добавляют дендрарии. Кстати, руководство парка планирует не только восстанавливать, но и сеять новые виды растений, чтобы флора становилась все более разнообразной. Ведь дендрарий для научных сотрудников – прежде всего лаборатория под открытым небом. А для жителей края он всегда был местом особой гордости. Именно сюда барнаульцы приводили гостей из других регионов. Но чтобы сделать дендропарк местом притяжения туристов, необходимы серьезные вложения, которых у института нет. Да, можно сервис загнать очень приличный, обеспечить там и зоны отдыха, и зоны питания, и другие виды развлечений. Но мы не планируем этих вещей. Вообще, в принципе, у них денег мало. И это же очень трудоемкая работа. С живыми организмами очень трудоемкая. Так же, как зоопарки, вот ботанические сады. Это очень трудоемко. Они же не могут ждать, когда появятся деньги. На инфраструктуру непосредственно, естественно, дендрария. Он не может. Нет, мне кажется, это нереально. Финансирования сейчас не хватает даже на восстановление, не говоря уже о дополнительном благоустройстве дендрария. После урагана руководство парка отмечало, что зеленая зона сможет стать прежней не ранее, чем через 10-15 лет. Так что сентябрьское частичное открытие дендрария – это шаг навстречу любителям прогулок на природе. И многие ждут открытия с нетерпением. Для Алтайского края, для нашего города этот парк значим. И он действительно представляет собой большое наследие. Потому что редко, где встретишь столько зелени, столько красоты. Очень бы хотелось, чтобы вся эта романтика возобновилась. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.